Всем привет, это Женялкер, и сегодня мы с вами сыграем партию в Бритт по 5 минут. Играем мы, значит, в испанской партии, соперник у нас международный, ну, в смысле, просто он не указал свою страну, и ни о каком международном мастере речь, конечно же, быть и не может. Так, 2-0 играет наш соперник, ну, а мы давайте D6 слон, D7 слон Е7, то есть, ну, как всегда в испанской партии, просто, знаете, не те же схемы уже катаем, в который раз, и, если честно, то мне уже надоело против соперников так играть. Хочется чего-нибудь новенького, дебютную новинку какую-нибудь, даже тот же дебют Сокольского, и то его за черных интересно катать, вот именно против него, потому что он не часто встречается. Ну, так, что, давайте, я здесь похожу конь Е7, выгоню-ка этого слона, а нет, он не хочет уходить. Он не хочет уходить, а что, давайте возьмем, он, наверное, побьет, да, рискует, а нет, то-то же, не хочется рисковать. Ну, что ж, нам тогда надо бить пешкой, слоном там бить было бесполезно. Ибо он там все равно нас в будущем выгонял, а переставлять ладью мне как-то неохота. Опа, меняет еще одну пешечку. А давайте ее возьмем, чтобы ее не взять. 1 Е7. Ферсия 2. За пешкой охотится, ну, пускай охотится, она у нас все равно лишняя, поэтому мы спокойно завершим свое развитие, пока он там ее отыгрывает. Такой вот небольшой гамбит получился даже. Зачем-то он пожертвовал пешку, но, по-моему, с развитием у нас все нормально. Единственное дело, что нам надо как-то ладья С8 и С6, чтобы от этой слабости избавиться. Потому что это реальная слабость. И она сейчас может играть не нам на руку, поэтому погнали ладья Б7 сыграем. А то ладья С8, какой-то неприятный ход, не из приятных. И поэтому дождаться, пока соперник так походит, мы не будем. Так, тем временем он здесь начинает активное действие в центре. Но что мы можем противопоставить нашему сопернику? Можем ли мы пойти, допустим, Е4? Или лучше взять? Давайте я лучше возьмем. Все-таки не будем мы здесь рисковать. Опантоваться. Пойдем мы именно так. И ладья Е8. В такой тесноте небольшой сидим. Ну как небольшой, здесь, конечно, у соперника, знаете, вся доска. У нас здесь такой небольшой клочок доски, только под нашим контролем. Ну, в принципе, да. Сейчас мы потихонечку, потихонечку будем развязываться. Давай-ка, ладья Б6, отходи отсюда. Быстро-быстро. А ну, кыш, белый ферзь, куда ты здесь залезаешь? Так нам постоянно. Лезет и лезет. Можно слон на 8 походить. Атакуют только ферзь и ладья. Но у нас защищает конь и... Ферзь. Что-то я действительно задумался. Ну, потому что, ребята... Это вот мы думаем много. Уже 2 минуты целых осталось. Мне нужно что-нибудь придумать за это время. Конь же 4 невозможные за ферзя. Но можно, знаете, как походить? Можно походить в ферзь. Да и 7. Приложить ему размен. Хочу я все-таки здесь разменяться. Давайте-ка поменяемся. Чтоб не поменяться. Он, в принципе, может поменяться и ладья А7 сыграть. Ему-то что? Ему-то нормально. Да, кстати. Он так действительно может сыграть. Но потом мы... Правда, король f8. Он берет ему конь c5 как-то. Либо слон f6. Там зависимость от ситуации. И там надо ему уже самому смотреть. Как ему будет лучше сыграть. Ну что ж. А он пока обдумывает. Брать или не брать. Ну, не знаю. Мне кажется, взять и ладья А7. Очень хороший вариант для белых. Ну и у нас там тоже есть свои фишки. Как отыграть все эти пешки. Да. А что нет там? Конь c5. Конь c5. Конь d3. И все мы там отыгрываем благополучно. Ну, соперник решает не меняться. Хорошо. Хорошо. Значит, нам надо тогда давить. На него. На этот размен вот именно надавливать. Чтобы он захотел поменяться. Правильно? Я думаю, что правильно. Так, давайте-ка. Не будем мы долго думать. Пойдем мы к конь g4. Конь g4 и конь e5. Хочу я вот так вот переставиться. И потом еще слон f6. Так, ясненько. На вилку напал, кстати. Что он нам на это ответит? А-а-а. Отвечает он нам, конечно, таким тихим ходом. Почти незаметным. Вот особенно слона f6. Но, в общем-то, мы, конечно же, это видим. И поэтому сразу делаем защиту. И, в общем-то, можем даже походить к конь g6. Вот сейчас вот. Посмотреть, как он ответит. Давайте. Конь g6. Пускай конь у нас остается в защите. Слона мы где-нибудь там сможем и скинуть. И, в принципе, у него сейчас висит пешка на b2. Давайте берем, если он берет. Да, он взял. И что же он будет делать с этой ладьей? Наверное, ладья b1 все-таки. А, ладья... Блин. Вот персть помешал. Знаете, как красиво было бы, если персть, допустим, на h2 стоял. Ладья b1 и слон бьет c3. Ну и все, фигура наша. Бить-то нельзя из-за ладья b1. Но, блин... Это коняшка. Вот это коняшка. Опа. А что нам коня-то скинул? Алло. Алло, ребят. Ну, спасибо ему, конечно, за такой дар. А, он, наверное, думал, мад нам поставить. О. Да. А, вот это нам повезло, конечно, сейчас. Везет нам не по-детски. Что ж, давай-ка. Это на случай, если он психанет. Да, я уже и это предвидел. Шахматисты предвидят тут все. Шахматисты предвещают все. Поэтому на случай, если психанет, то мы, конечно же, сразу берем. Но нет, он не психует. Решает дальше бороться. Просто некоторые игроки сразу психуют и начинают все отдавать. Бывают такие сперники. Ну, ладно, пускай он здесь забирает. Или нет. Или пожатничаем. Пускай. Ладно. Пускай, пускай, пускай. А мы в это время чел, где Б1? Погоним мы на мат. Погоним мы на мат. Хотя, с другой стороны, надо вот так вот как-то разменяться. Самое лучшее это будет размен в центре. Ага, он не хочет. Ну, не хочешь как хочешь. Тогда мы разменяемся. Да еще и за пешкой зайдем. Не, это что-то уж слишком он слабо сейчас сыграл эту партию. Что-то отдал нам просто так фигуру. И сейчас еще отдал важную пешечку. Которая могла бы ему пригодиться. Поэтому давайте. Пойдем мы вперед. Пойдем мы вперед. К победе. Ну, и опять. Ну, вот здесь, в принципе, уже комментировать-то и нечего. Мы уже все предвидели. Соперник не психанул. И поэтому будем мы тогда его добивать. Раз он сам себя не добил. Погнали. Будем сразу отъяснять. Чего нам эти пешки? Сейчас они, кстати, сами пойдут к нам. Я так думаю. Ну, если не сами, то, в общем-то, мы к ним придем. К этим вот пешечкам. Да, как видите, соперник здесь у нас уже все. Полностью проигрывает. Пытается он здесь как-то переставляться. Да, но это ему ничего не приносит, естественно. Опа. Еще вилочка. Забираем он на Д7. Ну, соперник здесь уже, наверное, сдастся. Да, не будет же это катать. Да. Да, тем временем. Белые сдались и покинули чат. То есть обиделись на нас и пошли играть с другими соперниками. Но мы, в общем-то, ни на кого не обижаемся. Наоборот, нам надо радоваться победе. И погнали играть против шахматиста из Косово. Это же Косово, да. Шахматист из Косово. Что ж, погнали мы с тобой тогда сыграем Ф4. Хочу я тебе проверить в королевском гамбите. Он играет отказанно. Ладно, давайте Конь Ф3. И Д4. Д4. Д4, правда, там... Может, нам потом покараться как-нибудь это. Кодом ЕФ. Но давайте. Идем до конца. Раз начали играть в королевский, то будем идти до конца. Иного не дано. Правда, я сейчас затупил. У нас же король здесь стоит. Амбитимутс, он же уже рокирован. Но соперник не увидел. Благо, благо, он не увидел на самом-то деле. Походил и Ж5. Вот это, мне кажется, даже ослабление. Как-никак. Пойду-ка я к королю в 2. Приколюсь немножечко. Он-то у нас защитился, но сейчас мы в слон С4. Походим. Илодяй Е1. Илодяй Е1, я сказал. Вот так вот будем мы с тобой разговаривать. Что ты нам сделаешь-то в этой схемке? Перс Д3, кстати, можно тоже залезть. Оооо, да это вообще служите хэппи-энд для нас, оказывается. Целый. Целая просто, ну как видите, площадка. Для передвижения наших фигур. И сейчас Конди 5, а он не хочет Конди 5. Ну ладно, мы сами к ним туда заскочим. Не хочешь заскачивать, то мы сами к тебе заскочим. Ничего мы не боимся. Правда, в Ферзь Д5 есть какой-то ход наглый. Который я, в общем-то, упустил из вида. Ну ладно. Такое тоже было возможно. Так. Теперь, теперь. Самое главное. Момент истины. Нам надо продолжить нашу атаку. Конь Ж6. Решаю лезть я вперед. И потом Конь Д5 еще. Или Ладья Е6. Смотря как там наш противник походит. Ага. Ну, в общем-то, что-то как-то пассивно пошло. Ну, давайте я разменяюсь. Так уж и быть. Позиция у нас здесь должна быть выиграна. Конечно, две пешки мы скинули. На позиции вы сами видите, какая у нашего соперника сейчас Конь Д5 грозит. Первым делом. Слон Ж7, Конь Д5 там сразу, без вопросов. Потому что надо на С6 как-то возвращаться. А он нам качество скидывает. Хорошо, хорошо. Забираем. Что ж понтоваться-то? Ой-ой-ой-ой. Слоном надо было брать. Слоном надо было взять, конечно. Конь С3. Что ж. Ну, давайте еще с опишечкой мы зайдем. То есть у нас здесь уже легкая игра. Королевский гамбит принес нам свои плоды. Как видите. И, в общем-то, обыграли мы нашего соперника. Есть, конечно, притча о том, что нельзя говорить раньше времени. Но вот так вот. Такой вот я человек. Что говорю раньше времени о нашей победе. Потому что, как видите, позиция здесь полностью в нашу пользу. Наши фигуры уже все мобилизованы. Это я уже потому что говорю. Из-за предвидения нашей ладьи на линии С. То есть я ее уже видел на линии С. Уже просто предсказал ее появление. И как, конечно... Гроссмейстер. Мы сейчас заматуем этого соперника. Как-никак, но нам надо матовать. Так, ладьи С4. Пускай отходит здесь коняшка. Он ладьев 8 шаг. Ну, ладно. Не угадал. Не угадал. Ну, давайте тогда реально конь С5 как-нибудь походим. Ну, наверное, король есть. Нет. Еще одну пешечку дает. Блин, знаете, у меня такой соблазн прям поедать эти пешки. Давайте. Съедим еще одну пешечку. Соблазн очень велик. Так, теперь ладья С5. У нас есть ход. И потом вторая ладья тоже подключается у нас к атаке. Давайте. Велодиета Сила. Разберут позицию черных они красиво. Как срифмовал-то сейчас. И давайте конь Д6. Конь Е4. Мы походим. Он, конечно, здесь нам угрожает. Но что нам угроза, когда у нас есть таких три бойца в центре? Ну, и, конечно, еще не стоит забывать о этой пешечке. Который, правда, ничего не делает. Но пофиг. Упоменем ее в этой атаке. Пускай радуется наш солдат. Что участвует вот в таких вот баталиях. Так, можно взять иконь Ж5. Вот это мы, конечно, отжигаем здесь. Отжигаем, отжигаем. Кто бы здесь сомневался в нашем отжиге. И А4. Все уже просто. На предходе можно его брать, нашего соперника. Что он здесь возьмет, скорее всего? Эту пешечку. Бедная пешечка пострадала. Не заметили мы ее. Решили ее отдать. В общем-то, предали мы целую пешечку. Но зато не предаем мы своего короля. Который продолжает у нас бороться из последних сил. И наш соперник что-то покинул чат. Отключился. Но, по-моему, у него с интернетом проблемы. Хотя с интернетом у него, как видите, отличное подключение. Может он просто отключился. Разбил экран, не знаю, там. Пунул системный блок. И занервов. В общем-то, действительно занервничал наш соперник. И, по-моему, он же не подключится. Да. Не знаю, интернет это или нервы. Но будет очень прикольно, если наш соперник именно занервничал. Что же делать-то? Давайте посмотрим. Какой-нибудь партии. Вот, Никита Урусов играет. Кстати, он уже давно играет. А, все. Взял, Кир выиграл. Партнера Сай выиграл. И, в общем-то, да. Я думаю, что вам понравились эти партии. Были для вас они интересными. Все-таки, как-никак, но мы уже побеждаем. Приближаемся к рейтингу 1800 на час.ком. То есть, никак он мне... Что-то вот 1900 вот... Не давался мне рейтинг 1900. Вроде бы уже играю в силу первого разряда. Вот именно в классике. А вот в блиц что-то никак не могу 1900 взять на час.ком. Все-таки здесь соперника как-то более сильнее, чем на дичес. И поэтому... Все это дается очень трудно. Ну и, в общем-то... Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и ждать новых видео. Все. Всем пока.